Приветствую вас, Анастасия. Есть два момента, которые я хотел вам указать. Если честно, моментов несколько больше даже. Их три. Вот. Первый момент, это то, что по какой-то причине вас депортировали из страны. То есть, раз депортировали, значит вы находились там нелегально. И это как бы, ну, нарушение законодательства страны и, соответственно, преступления. Вот. Вопрос возникает, да, если вы говорите, что вы обеспечены, что вам хорошо, почему вас депортировали из страны и из страны. Дальше. В своём предыдущем вопросе, который вы задавали, он, кстати, похож на этот, отчасти. Только он более содержателен, потому что вы тут и возраст вы указали, и работу, и всё. Вот. Вы пишите, что влюбились в своего клиента. Анастасия, вот как вам сказать. Судя по тому, что вы пишите, что вы любили больше жизни, судя по тому, что вы пишите, что любили больше жизни, я так предотвращаю, что на клиента своего вы спроектировали те качества, которые вам были нужны. На клиента вы спроектировали то, что вам хотелось. Вот так это мне видится. Потому что, судя по вашей реакции, судя по тому, как вы восприняли данную историю, ну, можно сказать, что вы в большей степени нуждаетесь в этом мужчине, чем он вас. То есть, да, он за вам плакал, если мне не изменяет память. Да, вот, плакал за вас. Ага, вот. Но, здоровые, если это были отношения с Анастасией. На мой взгляд, нет. Потому что, флаж из-за вас, ну, это, как минимум, не нормально. Вот. То, что вы давили на него, чтобы он принял решение, это тоже проект своих желаний, да? То есть, если бы вы любили, ну, вы бы не давили, вы просто приняли бы любой его выбор. А так, раз вы давили, значит, ну, для чего-то вам это было нужно. Ну, что здесь мы имеем дело с вашими желаниями, которые, ну, возможно, они точно осознаются вам. Вот. Дальше вы пишете, что мой мальчик. Мой мальчик, мой мальчик, это такое достаточно обесценивающее отношение. Достаточно обесценивающий эпитет по отношению к мужчине. Вот. И мне бы хотелось, чтобы вы как-то вот, может быть, пояснили бы немножечко, что вы имеете в виду, да? Так, почему мой мальчик? То есть, мальчик не ваш, а человек вообще не может быть чьим-то, он не может быть вашим, но он может быть, ну, он просто может быть. То есть, человек ничей. То, что вы считали его своим, ну, вот это вот принадлежность, чувство собственничества, вот. Ну, это, на мой взгляд, это несколько, опять же, свидетельствует о вашей попреденности, о вашей попреденности в том, чтобы рядом с вами был человек какой-то. То есть, вот вы говорите о кумире, да, вы говорите о кумире, в своем кумире, но ведь кумир это что? Кумир это идеализация, по сути дела, да, мы имеем, мы имеем дело с идеализацией, по факту. Вот. И если мы имеем дело с идеализацией, то идеализация всегда имеет, во-первых, в своем, ну, в своем основании, в своем основании, имеет определенное желание, вот, это первый аспект. И второй аспект, то, что за идеализацией всегда следует обесценивание, по сути дела. За идеализацией всегда следует обесценивание, то есть, и идеализация, и обесценивание, это детская позиция. Соответственно, вы воспринимаете своего мужчину, в некоторой степени, по-детски. То есть, что не может не сказываться негативно на ваших вниманиях. Вот это вот мой мальчик, да, такое вот чувство собственничества, возможно, как бы использование его для того, чтобы чувствовать себя безопасно и так далее. Далее. Я ничего не имею против того, как бы, кем вы работали, да? Вот, я считаю, что, ну, как бы, выбор человека, с кем вы работаете и что ему делать, это исключительно ваше право. Но, но, знаете, вот то, что вам для себя ничего не нужно, да, то вам для себя ничего не нужно, говорит о том, к сожалению, что сами вы никак не развивались, сами вы и не развиваете, сами вы никак не прогрессируете. Для себя вы ничего не делаете, да, путешествия, да, независимость, да, материальные ценности, всё так. Но, речь идёт о том, что вы сами вот свою ценность, духовную, ментальную ценность, эмоциональную ценность не повышаете. И вот в этой любви, которую вы испытываете, да, вот в этой любви, вы говорите, хочу любить себе, быть любимой любимой, да, вот. Вы почувствовали, наконец, эту духовную полноту, именно духовную полноту, что важно. И теперь вы не нуждаетесь в этой самой вот духовной полноте. Но правда-то заключается в том, что духовная полнота была не важна только в совокупности с мужчиной, в зависимости от мужчины. Вы знаете, вы говорите, я хочу любить, и быть любимой, и быть с ним, но для чего именно с ним, почему? То есть это импринт. Вы можете почитать в интернете. Это импринт. Влюблённость, это импринт. По сути. То есть вы умидили в человеке что-то важное для себя. Влюбили. Знаете, какая штука? Вот. Ну и, в общем-то, по факту мужчина оказался тем, кто не готов был взять ответственность на себя за ваши отношения. Мужчина оказался тем, кто не был готов отвечать за свой выбор перед своей семьёй. И мужчина по сути оказался, ну, вот таким недостаточно зрелым, очевидно. Так же, как и вы. И, наверное, наверное, у вас нуждающиеся в любви, у вас нуждающиеся в кумирах, у вас нуждающиеся в смысле жизни, в контексте другого человека, не могло быть иного мужчины, к сожалению. Видимо так, не могло быть иного мужчины у вас. Это, наверное, самое в этой ситуации неприятное. Что не могло быть у вас иного мужчины. Потому что будучи вы, будучи незрелой личностью, сами, к сожалению, да, такой вот именно неосознанной. Вы можете строить пока что только созависимые отношения, потому что вы сами в отношениях нуждаетесь. Вы нуждаетесь, вы пытаетесь компенсировать, пытаетесь компенсировать через своего мужчину, через любовь, да, всё, вот. То, чего у вас нет. И то, причине чего, возможно, вы работаете тем, кем работаете. Вот. Потому что любить больше жизни, больше себя и быть готовым умереть за человека, это значит раствориться в отношениях. Раствориться в отношениях значит стремиться к слиянию. Слияние с другим человеком – это психотическая реакция. То есть это обесценивание себя и идеализация другого – это вид нездоровых отношений, в которых партнеру некомфортно. А вы воспринимаете партнера как наркотик. Поэтому я думаю, что вам необходимо работать над повышением своей собственной ценности, над развитием своей собственной эмоциональной наполненности и над созданием своего собственного смысла, личностного смысла. Я полагаю, что в силу того, что вы молоды, вам всего лишь 20 лет, это вполне себе реализуемая задача. Я полагаю, что вы вполне можете с этим справиться. Я полагаю, что вы вполне можете, ну, в общем-то, стать лучше. Вот. Более ценный. И не прекращая связь с этим мужчиной. Кстати, я вот, знаете, не понял вас в тексте, да, значит, что он пишет, что, ну, что, значит, не хочет засранить, что вам не нужен такой барин. И далее вы спрашиваете, где мой мальчик, который плакал, как он так редко стал, так редко, я безразличен под развитым семей. Вот это, значит, человек не имеет своего мнения. Но непонятно, как с вашим общением то сейчас дела обстоят. Вот вы пишете, значит, я давил, а как дело, чтобы он решился. Для чего? Теперь он исчез, а я люблю больше жизни. Что, значит, исчез? Он не исчез. Он по-прежнему с вами. Он по-прежнему находит у вас, у вас есть канал. Вообще не общайтесь, если вы покажете ему, что вы изменились, если вы покажете ему, что вы не боготворите его. Если он увидит реально, что вы можете, что он может вас потерять, при условии наличия у него отчих чувств, он может вполне вернуться к вам. Вот. Дальше, ну, то, что вот он был моим кумиром, но это еще Ничи говорил, не створи себе кумира, да, то есть как бы, почему вы приватности каоса, а обесцениваете себя. То есть если вы приватность каоса, то вы обесцениваете себя. И если вы обесцениваете себя, то в итоге к вам будет относиться именно так, обесценивая вас. Теперь я не хочу работать, учиться, что-то делать мне не интересно ничего нигде, никак, нет смысла здесь. Вот именно над личностным смыслом вам и нужно работать. Вспоминать свои чувства, вспоминать свою ценность. Давно забыты? Забыты, возможно, еще в семье вашей забыты. Вот. Самое, что, ну, я полагаю, что у вас не очень родились отношения с родителями, я так что подозреваю вас. Вот. Так что неудивительно, что вы забыли о себе, забыли свои чувства. Вот. Вот. Привыкли к ним не прислушиваться. Вот. К своим чувствам. Привыкли не прислушиваться. Это... Да, он это слушает, это нормально, это естественно. Вот. Очень здорово, что вы обращаетесь за помощью. Как забыть ключевой ваш вопрос? Ответ на него будет таким, забыть никак, потому что из памяти он у вас не уйдет. Все-таки память, память она нам не подчиняется, из памяти у вас мужчины не уйдет. Но вот, изменить отношение к тому, что происходит, вполне себе можно. Увидеть для себя какие-то плюсы, тоже вполне себе можно. Вот. И, собственно, поработать над собой, над получением своей самооценки, над личностным ростом. Это все очень даже возможно, главное, чтобы у вас было для этого желание. Вот. Я бы вам, вот знаете, порекомендовал бы обратить внимание на то, что вы хотите любить и быть любимым. И, как это ни странно, да, связать, связать, то, что вы хотите любить и быть любимым, да, связать это с тем, что вы вот какую-какую, ну, профессию выбрали для работы. Вот. То есть, вот, вот, мне кажется, что, такая вот история, то есть, вам нужна вот это вот главное противоречие, наверное, для себя разрешить. Вот. Вот. Ну, мне видится, по крайней мере, так. Вот. У вас, к сожалению, дальше, запрос, вот в первом вопросе у вас вообще не было, в первом тексте у вас вообще не было запроса. А, во втором тексте у вас есть вопрос, как забыть? А, есть... Хороший... Встречный вопрос. Встречный вопрос. Встречный вопрос. На мой взгляд. Встречный вопрос. Встречный вопрос. А что, взамен? Взамен? Ну, вот, э-э-э, что взамен? Вот, стесвод вы его забудете, а что взамен? Базер. Что-что-что, вот, э-э-э, не понять здесь, что взамен будет. Получите ли вы что-то взамен, не получите ли вы что-то взамен, да, как бы вот, на мой взгляд, это непонятно. И ничего не дав себе, да, условно говоря, ничего не дав себе, ничего не, не знаю, не разрешив себе, ну, вы не сможете забыть, потому что ваша потребность, именно потребность, которая изначально имеет место быть, она же никуда не делает, понимаете, какая штука, какая штука, она абсолютно никуда не делась, а вы её хотите, ну, по сути, заполагать куда-то вот вглубь себя, это, к сожалению, ошибка, это, к сожалению, ошибка. Серьезная такая ошибка, вот, поэтому давайте всё же, вот, не будем, да, её повторять, эту ошибку, и прежде чем что-то у себя забрать, подумаем, а что мы можем, собственно говоря, собирать, то есть учиться относиться к себе с любовью, у меня такое чувство, что вы, вот, знаете, бежите от себя, ну, всё время, вот, которое вот, вы ездите по мере, да, такое ощущение, что вы бежите от себя, вот, сами клиентами, в, ну, как бы, вот, в путешествиях, да, вот, в квартире, машине, вот, у меня такое ощущение, что вы просто убегаете от себя. Это не хорошо, это не здорово, это ни в коем случае не забота о себе, это забота о себе, это всё-таки, знаете, больше духовно-духовное обогащение, вот, и я полагаю, что, значит, ну, необходимо вам, вам очень необходимо, значит, всё-таки, 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 всё на деле о себе заботится, вот. И в этом смысле, вот, в этом смысле мне, ну, в этом смысле, мне кажется, что имеет смысл всё-таки обратиться к психологу, да, приватно, и поработать уже с психологом. Вот. Вот, в принципе, так. В принципе, так. Я надеюсь, что это было для вас полезно. Обращайтесь в личку, если вам закончится поработать, вот, обращайтесь в личку, если у вас остались вопросы дополнительные. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи вам.